Всем большой привет! Мы продолжаем рассматривать мою коллекцию и сегодня у нас уже четвертая часть. Вы увидели в первых трех частей 168 книг и мы продолжаем с книги номер 169. И первое, что я вам хочу показать, это мои две книги от Эмили Уевер. Мне очень-очень нравится этот автор. Сначала у меня появилась вот эта книжка и я раскрасила в ней две картинки. Это вот эта, здесь раскрашена немного инктенсами, ну и другими карандашами, я уже не помню, если честно, какими. Это уже было достаточно давно и потом я раскрасила вот эту картинку. Фон, допустим, здесь сделан акварелью такой простенькой, а сама вот птичка, мне кажется, призмакала. А здесь, ну, по большей степени Девин Драйвинг. Вот, больше здесь нет картинок. Я как-то тогда решила раскрашивать действительно по порядку. Это вообще, в принципе, для меня неисполнимо. Но вот так вот, картинок больше нет. В этой книжке, кстати, мне очень нравятся картинки, но у меня как-то не идет она. И здесь две начатые, незаконченные картинки, которые мне больше не нравятся. А та книжка, вот, кстати, я советую. Это новая из Тани, она переистана. Было одно время, что книг было не купить. А сейчас вот можно их купить. И картинка вот эта вот. Я начала здесь фон Дервин Инктенце. А вот здесь вот мне не понравилась, как вот эта вот ракушка. Вообще вот эти ракушки мне не понравились, и поэтому я так как-то бросила. Вот, и зимнюю картинку я зимой 2018 года, мне кажется, начала и тоже бросила, потому что тоже как-то мне не очень нравится. И зима прошла, ну вот так вот. Так. Следующая моя одна из любимейших авторов, это Клара Маркова. Я вам советую, всем советую хотя бы одну книгу приобрести. Я тоже сначала сомневалась, думала, что может быть это как-то не для меня. Но когда вот книгу получите, то прям влюбляетесь, и хочется все раскрасить. У меня по одной и две раскрашенные страницы в каждой части. Это первая часть, тоже такая закладочка, я всегда их прикрепляю, чтобы они не потерялись. Здесь раскрашена одна единственная картинка, и мне надо будет обязательно в этом году хотя бы вторую раскрасить, чтобы, ну мне хочется хотя бы, чтобы по две, в 2020 году хотя бы по две картинки в каждой раскраске были исполнены. Это вот в январе 2019 года я раскрасила. Потому что скоро выйдет уже новая книжка от Клары Марковы, по-моему, в сентябре или в августе. И мне тоже очень хочется ее заказать. И, конечно же, когда получаете новую книгу, то красится всегда новая книжка, старая уже забывается. Итак, здесь у меня вот эта вот раскрашена страничка в 2019 году, и вот эта вот в 2020 году, недавно раскрашена, в марте. Так, потом книжки Ферри Мираклес, здесь одна раскрашенная, один вип, надо обязательно закончить. Смотрите, какие классные картинки, это вообще такая вот сказка. Так, это вот эта вот. И вип. Вип с розой. Да, вот тут. Вот такая вот роза. В последней книжке у меня тоже есть две раскрашенные и два начатых випа. Ну, такая здесь уже закладочка по-другому. Так, вот вип осенний. Так, вот эта вот я только что закончила, вот в мае. Здесь, кстати, протекла у меня акварель, потому что я ее, мне не нравилось, не нравилось, я все больше, 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 а так она не протекает. Так. 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 Вот это вот, так получилось, сразу раскрасила. И вот начатая картинка. Следующий автор, который тоже очень-очень популярен, это Татьяна Богима Столова. Очень нравится, очень своеобразный стиль. Вот Винтач Классик. У меня три части. Я думаю, что вы достаточно знакомы вот с этими книгами. У нее такие интересные, очень связаны с природой. Картинки, природа, звери, вот сад. Вот такое вот. Потом здесь, в этой книжке, у меня есть один вип. Уже давно я его раскрасила, мне тоже не нравится, надо что-то переделать. И вот это вот, и лицо, вот оно еще не сделано. Ну и фон как-то мне не очень нравится, хотя он, конечно, винтажный, в принципе. Но надо как-то ее, может быть, блики поставить, и будет немножко получше смотреться, посмотрим. Так, ну и третья часть. В третьей части у меня тоже ничего не раскрашено. Надо будет как-то взяться. Так. И, конечно же, наш любимый Найс Литл Таун. Картинки с мышатами. Первая книжка, которая у меня была, это 6. Нравится, на меня пролилось кофе на нее. Нравится мне раскрашивать. Здесь есть пару картинок. Вот это две только. И не три, и один вип. Вот вип. Вот эта картинка. И вот эта вот. Найс Литл Таун 8. Здесь тоже очень интересные такие картинки. Ну, стимпак. На настроение. У меня здесь тоже начатая картинка. В принципе, немного осталось, но как-то никак не закончу. Вот это совсем новая у меня раскраска. Здесь я еще ничего не раскрасила, но уже задумалась картинку раскрасить. Хотела бы раскрасить в этом месяце одну картинку. У меня есть обзор на канале. Так. Ну и наследь это Атлантик. Тоже у меня здесь есть вип. Тоже интересная такая книжка. То есть мышки под водой. Нравится мне эта книжка. Есть вип. Фон мне не нравится. Вообще, если честно, вообще ничего не нравится. Цвета мне не нравится. Вот. Ну, симпатичные. И Найс Литл Таун Крисмас. Здесь тоже есть. Вот это вот это на прошлое Рождество я раскрашивала. Вот это тоже. В каком году. И вот это. А, 2018 года. Я каждый год по одной картинке раскрашиваю на каждом. Вот так. Так. Дальше. Дальше идет у меня вот эта вот книжка. Книжка. Эта книжка куплена в формате pdf. И я ее распечатала. Я делаю так, что обложки я просто ламинирую. Ну, и вот так их скрепляю. Это я специально купила, чтобы раскраски скреплять. Это юновиа арт. Книжка учится. А, здесь я, кстати, всегда делаю скрепокин папир, бумагу. Вот здесь такие симпатичные, симпатичная девочка. Классная книжка. Все хочется раскрасить, тоже никак не получается. Я расскажу просто достаточно медленно и по времени тоже мне нет времени расскажу. Кристин Карн. У меня четыре книги, две амазонской бумаги и две распечатанные pdf. Итак, Mammites. Это одна из первых книг от нее. Тоже очень симпатичные такие девушки. Талантливая она. Прям добрый, кажется. Так, потом Бенни Блю. Это Грескел. И Грескел это не мое. Вот здесь я раскрасила вот эту вот картинку в мае. И тут только, потому что одна моя подписчица захотелось увидеть голубого зала. Мальчик. Вот. Привет, Таша. Так, следующие две в pdf формате. Все мои книги я покупаю, которые pdf на itsy. И то есть они все без исключения мной самой куплены. Так. Бумага здесь такая немного плотная я взяла, поэтому она... Это не Грескел. Но я думаю, что все вы знаете эту раскраску. Очень симпатичные картинки. Вот. И следующая книжка, которая у меня есть, это Characters. Но это в Грескел. Вот. Не знаю, что у меня стукнуло в Грескел купить. Потому что в Грескел, в принципе, мне не нравится. Можно ведь было купить line art. Не знаю, что стукнуло. Ну, нет раскрасных картинок пока. Ну, красивые раскраски и очень талантливый автор. Следующий талантливый автор это Кристина Новак. У меня две книги от нее. И есть уже новая выпущенная книга в Польше. Но у меня пока ее нет. Но я собираюсь ее приобретать. Вот это вот на амазоновской бумаге. Она немножко удлиненная по формату. Если А4, то это вот такая она. Нету ничего не раскрашено. Это вот первая книга в таком переплете. Красивые картинки. Очень-очень качественная книга. Следующая тоже очень качественная. Очень известный автор это Грация Сальво. У меня вот это вот, кстати, только что я раскрасила. Закончила 35-го картинку. А так нет никаких раскрашено. Лежит она у меня уже почти год эта книжка. Классные картинки. Вот это Грей Мотлайнс. Это тоже в PDF купила я ее на ITZY. И здесь вот тоже очень такие симпатичные портреты девушки. И вот такая вот маленькая книжка на амазоновской бумаге. есть у нее, но тоже у меня ничего нет раскрашенного. Здесь такие... Достаточно уже давно она была выпущена. Такие милые картинки. В таком же формате есть у меня еще одна. В таком немножко побольше. Вот это просто сразу покажу. от Юлиана Эмасон. Книжка. Здесь очень-очень милые картинки. Прям миловатые-миловатые. Но бумага не очень. Страшно начинать раскрашивать. Бумага прям тонюсенькая, амазоновская. Но симпатичный вид. Можно найти что-то раскрасить. Дальше в таком же формате. Примерно есть у меня вот такие две книжки. Они мне тоже нравятся очень. И фон у них уже сделан. То есть вам надо только раскрасить. Ну и опять же бумага очень тоненькая. У меня всего две части. А есть больше. Даже не знаю сколько уже. Но больше. Интересные девушки. С интересными прическами. Следующая талантливая автор. Это Икуко. У меня здесь есть одна амазоновская. На амазоновской бумаге. Здесь вот картинки на бумаге, которая на другой стороне черная. И на белой бумаге. Вот это вот в формате PDF я покупала. Здесь вот такие вот девушки. Вот эта действительно очень такая темная. Классные картинки. Есть уже кстати на амазоновской бумаге можно приобрести. Так. Потом моя большая любовь. Это Карла Магана. Мне очень нравится раскрашивать ее картинки. Первая книга, которая у меня появилась, это Dark Garden. Здесь. У нее очень своеобразный стиль. Она такая. Действительно очень своеобразная. Но очень такой гламурезный. И очень. Не знаю. Сейчас не могу прям выразиться. Но мне очень нравится. Раскрашена у меня здесь пару работ. Это вот эта. Вот этот фон я сделала сама. Фон белый. Только вот эти вот такие кружочки. Раскрашиваю я алкогольными маркерами. И потом карандашами. Ну и конечно же много блесок. Вот это вот и перламутровая акварель. Вот картинка. Золотое. Гелевыми ручками. Все блестит. Сверкает. Вот это. Ну вот эту я начала. Мне хотелось ее зимнее. Но не закончила я ее. И мне очень, если честно, нравится. Как-то юбка такая плоская получена. Так. Потом вот такого формата. Скетчбок. Здесь прям много-много картинок. В принципе, еще быстро раскрасить можно. Две у меня куплены на Итси. ПДФ сделала я на более такой плотной бумаге. И даже разная. Вот эта акварельная бумага. Эта вот картинка у меня сделана на октябре 2019-го, мне кажется. Вот так. Называется она «Спуки Свикс». У Карамаган есть уже и новые книги. То есть это не самые последние ее. Вот. Сделала я ее на более плотной бумаге. Потому что, ну, если вот акварелью, такие перламутровые акварельные работают. То она, ну, бумага, она коробится. И здесь эта Моза. Очень-очень красивая. Красивые картинки здесь. Но нет еще. Пока ничего не раскрасила. Раскрашиваем. Есть у нее YouTube-канал. Вот советую. Мандалы. Я еще, по-моему, не одной мандалы. Но вот кроме у Джоанны Басфорд, ни одной мандалы так не раскрасила. Но есть у меня замечательные книги к мандалам. Это две книги от Камелия Ангелкова для Springtime. Здесь такие картинки. И простоватенькие к яйцам. И вот такими к Пасхе. Можно и так раскрасить. Есть и без яиц картинки. К весне просто раскрасить. Что-то все с яйцами впадается. Но немного ей. Вот, допустим. 50 мандал. И вот это у меня вот новая книга. Она пришла недавно. Сама миниатура. И здесь такая очень-очень милая, симпатичная книжка. Я прям советую. Вот такие вот милые картинки. С цветочками. Прям действительно летнее время. Кузнечик лежит. И прям лягушки. Музыкантки. Вот такая вот мышка. Очень симпатичная. Прям очень такая миленькая книжка. Прям обожаю. Так. Следующие мандалы у меня. Это куплено в таком местном магазине. Где много дешевых вещей продается. Но мандалы, кстати, мне нравятся. Я даже эту книгу видела у кого-то другого. И потом приобрела ее. Потому что они такие достаточно-таки ничего. Мне кажется, и не совсем они простенькие. Я думаю, что если вот тоже симпатично. Если еще раскрасить, то красиво получится. Бабочки. Потом вот мандалы есть в книжке Релакс Арт. Это такое издательство. Виталина, по-моему, у нее несколько книг от этого издательства. Тоже такие вот мандалы с цветочками. Тоже ничего такие. Бумава такая хорошая. Ну, здесь они двусторонние. И есть еще вот такая книжка. Ну, да. Здесь вот обложка очень-очень толстая. Называется «Найди счастье». И сорок четыре спиритуальные мандалы. Но это не на каждый вкус. Мой вкус это нет. Но вот приобрела эту книжку. Зато бумага классная, да. И здесь, кстати, вот всякие статы успокаивающие. Помогающие найти счастье. Так. Следующие книги от разных авторов я сейчас покажу. Это Чинтака Херат. По-моему, первая ее книга. Вивид Паблиша. Такие интересные картинки. Интересные женщины. И не только женщины, а тоже вот животные. И было одно, один конкурс. И было бесплатно на их странице скачать вот эту вот картинку. Я ее раскрасила. И вот это вот, кстати, My Coloring Day картинка, профиль фото. Это я достаточно в самом начале раскрасила. Вот. Да. Интересное издание. Издательство. Много у них разных книг. Тоже советую. В принципе. Ну, бумага не очень, поэтому. Так. Потом Сереная. Книжка от Кристины Макалестер. Здесь много очень-очень красивых, интересных картинок. И раскрашена здесь у меня одна работа в апреле этого года. И хочется мне еще и другие картинки здесь раскрасить. Бумага амазоновская. Ну, часть игры с Кейл. Эта часть игры с Кейл. Эта часть игры с Кейл. Эта часть игры с Кейл. Ла Фон. И здесь такие интересные картинки. Вот. Но девушки немного-немного кривоваты. Ну, может быть это было так и задумано. Но картинки такие симпатичные. У меня бумага амазоновская, тоненькая. Ничего у меня здесь не раскрашено. Ну, может быть и можно что-то подправить. Рисовать, раскрашивать. Ну, можно выбрать что раскрасить, мне кажется. Носорог. Мне нравятся носороги. Так. Следующая подобная книжка, но пока по-другому нарисована. От Нади Васильковой. У нее тоже очень интересный своеобразный стиль. И очень-очень симпатичные картинки. И животные очень красиво нарисованы. Вот. И с мандалами. Нравится мне эта книжка. Нравится автор. Есть у нее и много других книг. Вот. Ботаника. Очень-очень милые картинки, чтобы их раскрасить. Так. Дженнифер Зимаман. Зимаман. Тоже очень. А. У нее она. Модерн Калоринг. На ITZY можно провести ее к неделе. Три страницы к раскрашиванию. Это на амазоновской бумаге. Очень симпатичные девушки. И часть на темном фоне. Часть или все, я даже не знаю. Так. Миф и Мэджик. Книжка. Тоже известная. Очень такая. С мелкими деталями. Вот эта картинка мне нравится. Нет никаких у меня раскрашенных работ. Но классная книжка. Так. Калоринг Бук оф фэнтези и мифологии. Здесь интересная бумага. Такая. Другая. Она тоже очень тонкая. Но она другая. Я не знаю, как она не раскрашивать. Очень интересные картинки. Ну точно какой. Так. Ну и к следующей книжке приходим. Мы тоже. Которая называется Фантазия. Это от Николас Джентрельен Виеннато. Здесь у меня две книжки есть. Первая книжка. Вот эта у меня с Алиэкспресс. Она сделана не книжкой. А вот такими страницами. Просто. Отдельными. Я все подумаю ее тоже собрать. Как-то сделать на пружинке. Но как-то руки не доходят. Иногда я думаю. А что. Так тоже хорошо будет раскрашивать. Он очень талантливый художник. И, по-моему, татуировщик. Вот это вот. Это просто мечта. Книжка. Бумага плотная. Книжка. 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 Все прям как масло на бутерброд. Потом. Фэнтези от Адвенча. Но здесь тоже. Немножко для Хэллоуин. Немножко. Ну, все разное. Но тут ее стиль. Они немножко грустные такие. Для Хэллоуин. Здесь у меня раскрашена одна работа. Мне очень понравилось раскрашивать. Вот это вот. Фон на акварелье. Для этого мы Хэллоуин тоже на что-нибудь раскрашиваем. Последняя книжка. Это Элис. Здесь я никак не решусь с какой картинки начать. Если честно. Здесь они немножко выбраны. Вот вы видите. Но никак еще не дошла. И ее артбук. Очень-очень классная такая книжка. С красивыми картинками. Она, по-моему, рисует акрилом. Так. Ну, и от этого издательства есть у меня еще несколько книжек. Еще вот эта книжка. Драконы. Автор. Рафин Фелан. Красивые драконы здесь. И не драконы. Лягушка. Мне нравится. Ну и напоследок покажу вам тоже книжки от автора, которые мне очень нравятся. книжки. Это Ганлин. Здесь у меня вот такая маленькая, миленькая раскрасочка. Нет здесь начатых картинок. И законченных нет. Потом вот это ее последняя книга. Я ее достаточно недавно приобрела. Я сначала думала брать, не брать. Как-то здесь по две картинки. Но они... Вот картинка. И вторая такой портрет более приближенная. Покажу еще раз. Очень удачно. Вот такая вот. И вот приближенная. Так, вот эта книжка. Здесь у меня один вип. Такая классная, летняя. Тоже нравится мне очень. Вип у меня вот этот вот. Вот это basic я делаю аквамаркерами. Стимпок Дарлинг. Здесь у меня есть одна картинка. Раскрашенная. Не две. Вот это вот. Это темно-зеленый. Такой оливковый фон. И вот это вот. Это самая первая. Энваре 2018 года. Я раскрашиваю. Это тоже, говоря. Виктория. Иногда идет. Так. Виктория Дарлингс. Здесь у меня, кажется, одна работа. Тоже мне нравятся. Они такие с платьями. Вот это вот. Цветной скотч. Тоже все basic. Алкогольными маркерами делаю я. Да. Тут Алиэкс. Это. Здесь у меня очень-очень страшная картинка. Так. Вот это одна из последних. А там я к тему COVID-19. 19. Ну, раскрашивала это в марте этого года. И вот самая моя первая картинка была вот эта вот. Это в самом начале раскрашивательное хобби вообще. Ну, мне она с самого начала не нравилась. Так что. Так. Крисмас. Здесь у меня тоже пару картинок есть раскрашено. Здесь тоже их по две. И это прям помогает. Покажу. Так. Это вот это вот. Здесь, кстати, снег. Он тоже такой нежно-голубым раскрашен. На фотографии не видно. А потом вот такая вот. Тоже в 2017 году в самом начале я раскрашивала. А вот такая вот. Вот. И в этом году я раскрашивала вот эту вот картинку. Но сначала, кстати, начала вот эта. Мне не понравилось. Не понравилось платье. цвета. Цвета мне понравились. И я... Здесь же две картинки. Поэтому... Раскрасила еще раз. Волосы более-таки темноватые. Волосы без маркера раскрашивала. Ну, здесь вот блестки на елке. Как и должно быть. Так. И вот эта книжка. Здесь нет ни одной картинки раскрашено. Да. Я что-то давно не раскрашивала ее. Ну, не как давно. В марте. В марте раскрашено. Ладно. Вот так. Ну и на сегодня пока все. Будут еще два видео. Я надеюсь, что вам это видео понравилось. Вы нашли для себя что-то интересное. А сейчас пока.